друзья это вторая часть видео вот я перед этим писал видео которое помещу размещу сейчас в комментариях изучаем питон правильно вот это вот видео да то есть вы его посмотрите то о чем я говорил будете понимать но мы ждали домашнее задание домашнее задание просто немножко кто начал с этого видео ввиду курс дела то что я рассказывал в прошлом видео до принципиально вот вы изучаете python ребята да изучаете там месяц два три неважно но если допустим вы видите тематику я сейчас про участников школы да допустим как здесь сейчас пробегусь а потом посмотрим они сделали домашнее задание вот допустим владимир фомичов и в конце он написал модуль возвращает версию пайтона регулярное выражение врезает только нужные сведения вместо регулярного и выражения можно использовать средств как раз и давал домашнее задание по срезам так вот к чему я говорю если вы допустим вот сейчас я проговорил срез а вы изучаете пайтон и долго думаете что такое срез как он работает значит надо срочно поправлять вот для участников школы повторяю работаем именно так то есть у вас должно быть два концептуальна два две концепции концепции в работе которые вы должны совмещать концепция номер один вы работаете по своему плану да то есть проходите пайтон изучаете котлин изучаете два языка однозначно иначе не будете понимать глубоко концепция номер два работа с группой вот когда вы читаете сообщение и вдруг вы я говорю сейчас срез здесь ни при чем просто в данный момент мы работаем ну поработали со срезами это может быть функция все что угодно вы прочитали сообщение в группе ли чьё-то домашнее задание посмотрели и вы про себя понимаете что вы очень туго соображаете то есть грубо говоря вы плохо разбираясь в этом вопросе в данный момент ни в коем случае нельзя откладывать надо сразу поправлять и вот так поправляя вы ведь я всегда даю подсказки направляю особенно по азам почему потому что должна в языках есть платформа которую не то чтобы надо знать там немного знать и просто надо знать отлично чтоб это как искра то есть вас подняли с кровати ну-ка напиши мне срезы все вы еще не проснулись а уже пишите вторая и третья концепция это то что мы изучаем в школе допустим джанго вот сейчас я говорю ребята все роем джу джупитер да ноубук то есть не надо допустим я потом изучу джупитер инструмент который вам надо каждый день значит берем и вместе работаем распределите так время то ли по дням то ли по часам лучше по дням сегодня занимаюсь вот тем завтра занимаюсь тем так лучше всего так ну хорошо и как раз я задал домашнее задание владимир ответил и я попросил в домашнем задании домашнем задании так как значит владимир вам задание применить срезы к следующим последовательным картеж и список но уже в пределах функции то есть написать функцию это важно все надо работать всегда с функцией задание выбрать запись начиная четвертый выбрать последним выбрать первую но и сергея сачему так как он и вижу начал жупитер работать все то же самое только провести жупитер молодец владимир вот понимаете то есть чем хороши вот такие вот направляющие вопросы просто человек тогда вынужден писать код самостоятельно и именно работает его личный опыт да то есть начинает формироваться то есть он уже сформировал есть задача он начинает уже работать над переменные работать на то как он будет писать фунт и в школе появилась такая практика что очень кропотливо комментируем и почему что понимали все вот он сделал функцию реализуют различные типы срезов смотрим первое сделал к стартовый элемент номер четыре да то есть вот я вижу все верно все сделано дальше выводят консоль следующий он применил видите молодец у него было задание применить метод да то есть применил метод поп дальше это у нас кортеж получается и в элс и в конце пояснил очень верно молодец вот тут вот эти мелочи они важны прошу обратить внимание на то что методы применяемые для списка для кортежа неприемлемо потому что это неизменяемый объект поэтому метод поп применяется для списка метод коунт для кортежа то есть видно что человек разобрался это круто дальше сбросил сергей асачи те же домашние задания вот список у нас май лист май тапл четвертый элемент последний элемент первый элемент и так далее а дальше так как мы работаем жупитер я просил делать сделать именно в жупитер жупитер это офигеннейший инструмент ребята просто в командной строке вот вы закрыли и все она пропала а в жупитер вы сохраняете но самое важное ребят не это самое главное зачем нам нужна командная строка да ведь не будем как говорится таить до новичку всегда проще написать функцию вот он пишет эту функцию тыкаясь а ведь командной строке он боится а ведь проще всегда проверить командной строке но этот страх работы с командной строкой он убирает жупитер да почему потому что в принципе вот я сейчас покажу вот я открою проект вот я сегодня писал курс да и показывал как работать джанга но тем не менее видите вот его специально вот у нас было вот ошибка да и все это сохранилось это круто да то есть я могу это я это забил в урок в школе я могу отправить другому человеку он проделает то же самое но сам факт что это очень крутой элемент инструмент та же командная строка на которую мы можем вот этот кусочек времени сохранить файл всегда вернуться доработать поискать решения так вот к чему это говорю ребят вам надо повернуться на 180 градусов грубо говоря понимаете есть такая вот проблема да у новичка новичок идет с конца вот тут у нас будет начало сейчас поймете вот это конец так вот новичок идет сюда с конца то есть новичку новичок ищет либо пример и пишет готовую функцию а командной строкой он не работает хотя если посмотреть все документация да везде примеры то с чем с командной строкой почему потому что это удобно так вот отсюда надо вернуться обратно но это не так просто на самом деле они так ли просто да просто ребят на самом деле что надо сделать надо начать использовать командную строку ежедневно пусть вы пишете функцию пусть вы пишете что-то всегда прописывайте еще в командной строке придет если вы это будете делать ежедневно повседневной практике то со временем что получится а получится вот то да что я хочу сейчас объяснить вот мы например здесь проверяли нашу модель да ну для примера просто тупо сохранили там поле но я это проверил быстро да мне не надо было писать громадскую функцию посмотрел все объекты и у меня уже в голове созрело как бы я написал функцию у новичка вот этот созрело оно отсутствует почему отсутствует ребят не потому что новичок меньше знает и у многих людей которые работают много с python тоже отсутствует потому что постоянно вот это вот откладывание командной строки так вот жупитер ноубук решит эту проблему это интересно да вот сохранил и можно работать с кусочком кода еще снова и снова и снова и искать варианты но смысл один если вы перестанете откладывать и начнете использовать очень интенсивно командную строку то у вас со временем появится навык вы в командной строке проверили а в голове уже сложилось ах вот так я буду писать функцию а потом взяли и набросали функцию потому что в командной строке можно всегда вырвать какой-то кусочек кода проверить как будет работать а не тыкаться с готовой функции а потом искать ошибки понимаете это важно следующий момент только в командной строке можно действительно понять как работает вот она вывела допустим carry set то есть пошла выборка объекта но выучили пусть кто не знал там какой-то еще лишний метод это не важно важно то что важно то что надо это начать делать каждый день ну а ребятам вот вот мне нравится да они молодцы сейчас да то есть пошло домашнее задание вот это я вижу в среде по HR а вот это уже в браузере и то и то круто сейчас очень важно для участников школы работать в группе потому что чтоб вы там не придумывали себе надо быть в группе всегда 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 быть в группе это важно и делать вот допустим взять все это сейчас получили да и прописать отлично а это мы работаем сейчас я просто для тех кто начал только это мы работаем с курсом отдельный курс джанго 2 плюс впс сервер то есть и само собой мы здесь подключаем джупитер да почему потому что без командной строки понять глубоко джанго это нереально это это просто будет всегда поверхностно а надо чтоб было глубокое понимание поэтому идем в этом направлении кто только начался это видео смотреть начинать с сайта spb-tut.ru тут есть и python с нуля и вперед занимаемся значит ну а для участников школы то что я сказал я думаю все понятно ссылка на предыдущее видео будет в описании спасибо